Учебные заведения Алтайского края начинают подводить первые итоги. Какие направления стали наиболее популярными среди алтайских абитуриентов и можно ли еще подать заявление? Говорим сегодня с заместителем начальника отдела науки и высшего образования Краевого Министерства образования Татьяной Маняниной. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Предварительные, понимаю, итоги, но тем не менее, сколько студентов уже поступило? Поступило у нас около 1079 студентов. Это студенты, которые поступили у нас по целевой квоте, по особой квоте и без вступительных испытаний. То есть прошло первое зачисление в наши вузы, в 31-м были изданы приказы, вот сейчас получены вот такие предварительные результаты, что чуть больше тысячи ребят уже являются студентами наших вузов. Следующие этапы каковы? Следующие этапы это у нас зачисление так называемой первой волны, которая у нас пройдет 3 августа буквально завтра до 80 процентов. Бюджетных мест будут заполнены по очной и очно-заочной форме. И второй этап это у нас пройдет 8 августа. Зачисление, когда мы зачисляем до 100 процентов те контрольных цифр према у нас должны быть закрыты нашими вузами. Какие специальности в каких вузах самые востребованные? Здесь нет сюрпризов? Или все-таки в этом году как-то отличается картина? Сюрпризов нет. Как и в прошлом году у нас это экономика, государственное и муниципальное управление, дизайн. Плюс у нас подтянулись это инженерные направления подготовки, информационная безопасность. То есть, но в принципе конкурс высокий. Если мы будем говорить о высоком конкурсе, то он у нас сохраняется. Это 38-я группа, там где экономика, это юриспруденция. Но у нас достаточно высокий конкурс, практически 30 человек на место. Это в медицинский университет, медико-профилактическое дело, стоматология. То есть там тоже у нас вот эти тенденции, они сохраняются. Какие-то новые специальности кардинально в этом году появились в алтайских вузах? Да, появились. Мы можем говорить, что у нас открываются новые профили в рамках уже существующих направлений подготовки бакалавров. Долго перечисляли в эфирном времени. Но мы можем говорить, что в БТИ появилось новое направление у нас подготовки, которое было достаточно остребовано, связано с подготовкой в области механики. То есть там у нас достаточно серьезное есть направление подготовки инженеров. И развивается у нас БТИ в этом направлении. Вот насколько наши вузы относительно других вузов в Сибири привлекательны? Только ли алтайские студенты поступают в них? Мы можем говорить о том, что у нас каждый год идет достаточно значительная динамика притока иностранных студентов в наши вузы. Если мы посмотрим по статистике, то в 2013 году в наших вузах обучалось всего 900 иностранных студентов. В прошлом учебном году 4000 иностранных студентов. Какие вузы? Ну медицинские понятные. Медицинские. Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет, педуниверситеты. Практически во все университеты у нас поступают ребята, которые из иностранных государств. Откуда едут? Едут у нас в Центральную Азию. Но у нас обучаются студенты практически из всех стран. У нас есть студенты даже из США. У нас есть студенты из Индонезии. То есть у нас достаточно такой большой. А как? Они сами выбирают каким-то образом именно Барнаул в наши вузы? Работа наших вузов. То есть это профориентационная работа. Новые методы работы с абитурентами, которые наши вузы интенсивно используют. И это приводит к таким хорошим результатам. Плюс у нас достаточно хороший приток ребят из Сибирского федерального округа. То есть у нас тоже растет эта цифра. В прошлом году поступило чуть больше 900 человек. В позапрошлый год мы смотрели динамику. Это было где-то 700-600 человек. То есть здесь тоже у нас идет рост. Кстати, любопытно. Условия для иностранных студентов те же самые для поступления? Такие же ЕГЭ, такие же результаты. Как они поступают? Или они поступают на платные основы? Здесь все рекламентировано у нас федеральным законодательством. Здесь работают договоры между Российской Федерацией и другими государствами. То есть есть приемы на бюджетные места и есть на внебюджет. То есть на конкурсной основе все это сохраняется, но все это рекламентировано федеральным законодательством. Татьяна Викторовна, совсем недавно, незадолго до начала приемной кампании, вышло постановление о новом порядке целевого набора в ВУЗы. Сколько таких квот в Алтайском крае? Изменилось ли что-то в связи с новыми правилами? Квоты были определены постановлением Российской Федерации в марте текущего года. ВУЗы следовали постановлению Российской Федерации, постановили правительство Российской Федерации. И здесь была специфика. То есть по новому законодательству, по новым правилам приема на целевое обучение ужесточается ответственность тех абитуриентов, которые приняты на целевое обучение, а также заказчиков целевого приема. То есть заказчики целевого приема должны обеспечить социальными мерами поддержки. Заказчики – это работодатели, правильно? Это могут быть заказчики и работодатели. То есть в договоре могут быть прописаны как заказчики целевого обучения, так и работодатели. Так может быть прописана и образовательная организация, куда будут поступать наши абитуриенты. Ну и, соответственно, также будет подпись самого абитуриента, который согласен затем идти работать в течение трех лет в данную организацию. Вот в этом постановлении обязали выделять определенный процент мест для целевых квот. Вот каков он должен быть в Алтайском крае? Он увеличился по сравнению с прошлым годом? По каждому направлению подготовки устанавливается своя квота. Чтобы понимать, это бюджетные места, то есть это определенный процент от бюджетных мест. Не менее 10%, как правило, устанавливается. У нас хорошо работают, и мы очень благодарны нашим педагогическим вузам. То есть вот если мы будем смотреть на сферу образования, то у нас активно по целевому обучению работают наши педвузы. У нас прекрасно работает Алтайский государственный медицинский университет, он работает вместе с Министерством здравоохранения. Поэтому вот в эти вузы, то есть Алтайский консортимент университет, Алтайский консортимент университет, БИСКИПЕД, там наибольшее количество абитуриентов, которые поступают по договорам о целевом обучении. Завтра вы говорите, что самая основная волна зачисления произойдет. А когда можно будет подать документы, кто не поступил, скажем, на платное обучение? На платное обучение, сроки подачи документов на платное обучение, согласно, опять же, федеральному законодательству, определяет сам вуз. То есть для этого ребята, которые еще не подали заявление на платное обучение, так называемое, они могут прийти в приемную комиссию и написать заявление. Но надо сказать, что вне... До какого числа принимают заявление? У каждого вуза самостоятельно определяет эти сроки. Ну, то есть время есть еще? Да, и время еще есть, ну, до середины августа, скажем так, да. Но надо учитывать, что по некоторым направлениям подготовки уже и вне бюджета у нас закрывается. Вот что касается, возвращаясь к вопросу преемственности между работой и обучением, которая не всегда существует, очень часто теория с практикой распадается. Как-то Министерство образования планирует этот вопрос, так скажем, контролировать? Каким-то образом вы находите пути и решения, как сделать специальности, которые преподаются в высших учебных заведениях, более прикладными, что ли, для работодателей? Вот что здесь можно сделать? Есть ли какие-то площадки для этого? В Министерстве образования и науки Алтайского края сейчас реализуется очень интересный проект «Кадры будущего для регионов». Вот буквально сейчас идет этот проект, он у нас реализуется по инициативе губернатора, который подписал в феврале текущего года соглашение с агентством стратегических инициатив. Суть этого проекта в том, что ребята-школьники совместно со студентами, совместно с наставниками из числа предприятий региона работают над проектами, которые носят прикладной характер для нашей экономики. Среди наставников у нас такие крупные компании, как Алтай Кокс. Мы благодарны Бийскому Олимному заводу, у нас Галакс, то есть у нас 27 наставников, которые участвуют в этом проекте. И практически мы набрали уже 250 ребят, 60 студентов вузов, для которых мы будем в сентябре проводить летнюю губернаторскую школу. Это будет своего рода площадка, где объединится у нас производство, где у нас будут объединены школьники, где у нас будут объединены студенты над работой, над именно прикладными проектами. И затем это такой проект, который у нас, во-первых, будет продолжаться, а затем проекты, которые будут делать школьники, они будут уже внедряться в производство. То есть вот подобные проекты у нас в министерстве реализуются. То есть ребята-то возьмут на работу, да? Ну, понятно, не все. Ну, ребят, которые затем поступят в наши вузы и затем, которые, наверное, придут на эти предприятия, которых они уже знают со школьной статьи, со скамьи. Здорово. Скажите, пожалуйста, вот при губернаторе буквально на днях появилось постановление, что появилась какая-то площадка для обсуждения как раз вопросов о целевом направлении, вопросов, которые возникают между вузами и работодателями. Насколько это поможет? Этот орган опять какой-то номинальный, у которых уже много советов, много советов при ректоре, при ректорах и так далее. Либо будут какие-то конкретные направления действий. Мы действительно создали совет, это Координационный совет по науке и высшему образованию при губернаторе Алтайского края, о чем вчера Виктор Петрович подписал указ у нас о создании этого совета. Совет для нас, он является своего рода инновационным, потому что он объединяет три стороны. Это вузы, это научные организации и это организации, которые действуют в реальном секторе экономики. И, соответственно, этот совет призван решать действительно прикладные вопросы, как в сфере науки, потому что сейчас национальным проектом наука поставлена задача создания научно-образовательного центра. И у нас ведется работа в регионе, достаточно активная работа над созданием этого центра в сфере агропромышленного комплекса. Затем совет будет решать по положению совета, будут решать вопросы, связанные с обеспечением экономики региона кадрами с высшим образованием, то есть выработка определенных позиций по необходимости формирования вот такой кадровой политики в сфере высшего образования. Может ли этот совет каким-то образом влиять на, скажем, программы вузов, на то, какие специальности необходимы для предприятий Алтайского края? Я думаю, что да. Спасибо большое. Будем надеяться, что это будет полезно. Мы сегодня беседовали с заместителем начальника отдела науки и высшего образования Министерства Алтайского края Татьяной Маняниной. Они говорили о том, можно ли еще поступить в высшие учебные заведения, а о том, кто туда поступил, кто-то узнает уже завтра. До встречи.